Здарова всем, ребят! В общем, это новостной выпуск, но завтра, а у вас наверняка сегодня или вчера, выходит обновление 1.27.12.2024 года. И там станет доступен новый сезон боевого пропуска, а значит, можно будет накопить новые дополнительные жетоны и уже будет хватать на два новых танчика. Это Tiger Maus, немецкий тяжелый танк 9 уровня, и Объект 590. Чуть позже я расскажу свое мнение о этих танках, ну а вы можете пока на фоне посмотреть бои и геймплей на этих машинах. А я расскажу пока что про другие новости. Например, расскажу о том, что разработчики на 12 июня, на День России, подготовили для вас бонус-код, который дает 3 дня танкового премиум-аккаунта защитника в аренду. Если, кстати, у вас защитник есть, то вы получите 100 тысяч серебра компенсации, ну потому что танк не навсегда в аренду. Ну и также различные декальки и другие плюшки. Кроме того, в этой акции участвует скидочная, скажем так, активность, где дают 25% на покупку того же самого оборудования. Разумеется, покупку оборудования за кредиты. Ну и также X3 за первую победу в день. Готовьтесь к безумному-безумному ландому. Люблю эти X3, X5 и все остальное. Также стало известно, что, помните, я вам рассказывал, в этом патче ребаланс Суперконя отменяется. И вот стало известно, что разработчики перенесли этот ребаланс на следующий патч, который будет 1.28, скорее всего, и там будет справедливо. Там одновременно отребалансят и Суперконя, и Йоха. А я вас предупреждал, это было очевидно, что Йоха будут ребалансить. Поэтому оба этих танка, еще один патч в сильных характеристиках поимбуют. А дальше посмотрим, что разработчики примут решение с ними сделать. Также, ребят, возможно, вам будет интересно, что 18 июня начнется конструкторское бюро на китайский тяжелый танк БЗ-74-1. Можно будет заполнять шкалу. Смотрите, по каким характеристикам. Свободный опыт до 25%. Днями премиум аккаунта до 22% можно заполнить. Национальными фрагментами чертежей 22%. Универсальными фрагментами 11%. Золото нельзя будет вкладывать. То есть золотом нельзя будет закрывать эту машину. Первые 35 тысяч машин будут идти с 3D стилем тип 74 Юн Кантай. Ну, китайское что-то. Вот. Ну, я вам все это показывал. И с уникальным номером, как вы ее успели забрать. Оставшиеся 50 тысяч машин будут идти без стиля. Бонами и кредитами можно будет закрыть 100% стоимости танка. Поэтому копите кредиты. Еще есть целая неделя, скажем так, до старта этого самого конструкторского бюро. Вот. Разумеется, я постараюсь вам до старта конструкторского бюро показать машину БЗ-74-1 и рассказать, ну, достойный аппарат или нет. Поэтому подписывайтесь на канал. А если в этом ролике дальше мы будем с вами обсуждать достойный ли аппарат Тигр Маус и Объект 590. Сугубо мое внутреннее мнение, потому что статистики по этим танкам еще нет. Посмотрим, как на них будут играть игроки. Они будут потихонечку в рандоме появляться. Но сугубо мое личное мнение. Следующее. Тигр Маус и Объект 590 это не те танки, которые вам следует брать в первую очередь за жетоны. То есть, если у вас еще не собрана вся коллекция танков за жетоны, я бы впереди вот этих вот машин обратил внимание как минимум на три. Первая это Кобра. Второй это Шарфутур. И третий это АЕ Фейс-1. То есть, вот эти три танка, они и гораздо дешевле в жетонах стоят, и гораздо более эффективно показывают себя в рандоме, на мой взгляд. Если же вы коллекционер, и у вас уже все эти танки есть, у вас встанет вопрос. А какой первый брать? Тигр Маус или Объект 590? Значит так, мое мнение такое. 590 откладываем в самый долгий ящик. Это один из последних танков, которые я бы порекомендовал брать за жетоны. У Тигра Мауса есть интересные моменты. Ну, во-первых, у него есть броня. Он может танковать, то есть большинство игроков в мире танков. Этот танк подойдет больше, хотя бы потому, что он способен танковать. Да, чуть дольше жить. Но надо понимать, что когда мне стреляют в НЛД, а НЛД тут огромное, практически к каждым выстрелам, вот вам пример, выбивается двигатель. Постоянно я устал чинить двигатель на этом танке. Плюс заднее расположение башни. Не очень комфортное углосклонение. Хотя и написано 7, но играть от рельефа на танке очень сложно. Из плюсов отличное пробитие 311 на Галде и 246 на ББшках. Для тяжа 9 уровня это хороший показатель. Хорошая альфа. Комфортная пушка. Плюс у него прикольная механика газотурбинного двигателя. То есть у него есть скоростной режим, когда вы быстро двигаетесь, а есть обычный походный. Вот в скоростном режиме характеристики пушки похуже. Там по стабилизации, по сведению. Но зато ведь танк ездит быстрее. Я пытался в турбо режиме. У меня тут, видите, даже турбина стоит. На этой машине пытался в турбо режиме играть в таранищий тяж. Не получается. Отставьте эту мысль. Может быть, когда-то что-то затораните. Но поверьте, хп потеряете больше. И если будете просто стараться отыгрывать нормально, ну там, постреливать, дамаг наносить, будете гораздо эффективнее для своей команды. Потому что все-таки это не ЛТшка. Это тяжелый танк. Хотя я его до 42, по-моему, разгонял. Таранить эффективно на 42, ну, такое себе. У меня не получалось прям, чтобы полхп снести противнику. При этом, пока доедешь, пока то-се, тебя уже ополовинят. Вот. Машина в целом играбельная. Ну, еще раз говорю, очень мало людей, которым понравится задний башенный геймплей. У нас вообще танки с задним расположением башни очень мало пользуются популярностью игроков за счет сложности и некомфорта геймплея. Но те, кто возьмут, я не думаю, что они прям будут на этом танке играть до посинения, там, да, прям, любимейшая машина, дайте еще поиграть, наиграться не могу. Такого не будет. Вот. Ну и сильно, наверное, жопа от нее гореть тоже не будет. Просто обычный танк. Для тех, у кого есть куча танков, в коллекцию для разнообразия, под настроение подойдет. То есть прям поругать я от Тигра Маус не могу. Нормальный, годный аппарат, но не то, что прям предел мечтаний. Надеюсь, мысль свою донес. Что касается Объекта 590. Разробы как не пытались его отбалансить, на мой взгляд, у них это, ну, скажем так, по крайней мере, под мой геймплей не получилось. Танк, во-первых, картонный. Он не танкует. Бог с ним. Это СТ-шка, чего я от него жду. Это, кстати, советская СТ-шка. С системой обратной дозарядки. То есть вы заряжаете 3 снаряда, пока едете к противнику. Первый заряжается очень быстро. У меня это примерно 7 секунд. Второй подольше, причем серьезно подольше. Третий вообще 16 секунд заряжается. Это очень долго. То есть ваша позиция следующая. Вы приезжаете, раздаете барабан, не уходите на перезарядку, а продолжаете, как обычный цикличный танк, с КД-шкой в 7 секунд, стрелять по противнику, там уже по ДПМ. ДПМ неплохой, больше 2500 у меня получился, но альфа всего 320. Пробитие на голде около 260. На ББшках так и вообще 225. Это сейчас у базовых премтанков 8 уровня пробитие базовое 225. Маловато. Пушка нестабилизированная. Я ее как не пытался стабилизировать, у меня дошло до того, что я на стриме с тремя, блин, стабилизаторами катался. То есть у меня был трофейный стабилизатор, ой, этот, как его, экспериментальный стабилизатор, боновый стабилизатор и улучшение механизма поворота, который тоже дает стабилизацию. Я все попробовал. Не хватает стабилизации, у меня стабильно первый, вот этот, который дольше всего перезаряжает 16 секунд выстрел, всегда в молоко. То есть надо остановиться, танк достаточно долго сводится. Относительно, вот так правильнее будет сказать. Относительно долго сводится. Мне всегда первый выстрел на дистанции в молоко улетал. То есть, по сути, реализовать полноценно барабан не получается. Ну, как систему дозарядки барабанную. По обзору, в принципе, сильно жаловаться не могу. По подвижностям у меня танк не вызвал вау-эффекта. То есть, ну, он что-то едет. Я бы даже не сказал, что даже средний быстрый. Даже я бы сказал, что чуть ниже среднего он едет. Опять же, не помню, сколько там показателей по углам склонения, но по ощущениям, вот, пушка вниз, ну, недостаточно хорошо гнется. Ну, в конце концов, чего мы хотели от советских танков. Я удивлюсь, если там хотя бы 7 или, дай бог, 8 градусов есть, хотя по ощущениям там 6. Вот. По-хорошему, да, к обзору надо было бы пойти, характеристики поизучать. Ну, у меня всегда вот такое вот чувство, что я эти характеристики вам скажу и через 5 минут забуду. А вы их забудете еще быстрее после того, как услышите, потому что здесь гораздо важнее впечатление от машины. Вот впечатление, то, что реализовать урон на этой СТ-шке мне было тяжело. И вот я не могу прям какую-то отдельную, ну, слабую сторону, да, выделить, что вот у танка вот это вот плохо и все, вот тут поправь и все будет хорошо, да. Может быть, я как-то не так его реализовываю. Может быть, я не буду прям бить себя пяткой в грудь и кричать, что я такой статист и все знаю, как играть. Может быть, я его неправильно реализовываю. Но я уже второй раз на этом танке играю, мне давали его потестировать полгода назад и сейчас. Я не знаю, что изменилось, но что тогда мне машина не понравилась, что сейчас, ну, не идет у меня на нем геймплей, не мой танчик. Вот, поэтому и посоветовать его своим зрителям, своим подписчикам я не могу. На мой взгляд, машина не достойна вашего внимания, по крайней мере, вот сейчас в тех характеристиках, которые она есть. Может быть, где-то какую-то жилку этой машины в будущем мы сможем открыть, да, что вот с таким вот набором оборудования, вот в таких вот условиях он будет гнуть. Но сейчас таких впечатлений у меня нет. Кстати, по Тигры Маусу за счет заднего расположения башни на рельефах на нем играть очень сложно. То есть, это именно геймплей от борта и именно в городах. Вот там он себя хорошо чувствует. В принципе, я вам это в бою в реплее показал. На этом все. Надеюсь, было полезно и информативно. Сильно не бомбить. Лучше лайкосик прожмите за старание, так сказать, и за честную, по крайней мере. Может быть, не совсем объективную, она субъективная все-таки, но все же это моя оценка. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok